Ребят, всем привет. Сегодня хочу попробовать изготовить на токарном станке вот подобную крыльчатку. Сегодня будет фрезеровка. Надеюсь все получится. Разработал подобие чертежа в программе Fusion 360. У меня есть давняя идея. Самое главное есть огромное желание попробовать сделать крыльчатку, профрезеровать ее на токарном станке. В чертеже учитывается конусность вот этой фрезы. То есть все расчеты произведены под определенный угол. Также строго задан диаметр будущей крыльчатки и вы видите уже расчетное количество лепестков. Перед тем как установить фрезу во фрезер, мне его нужно точно выставить под углом 90 градусов к заготовке. Сейчас покажу как я это делаю. Чтобы выставить я перевернул фрезу хвостовиком наружу. И теперь касаюсь отторцованной части заготовки. При этом фрезер в резцедержке затянут, но не сильно. И вы видите он сам выравнивается. Все теперь можно затянуть. Дальше я настраиваю станок на нарезание резьбы. Ставлю самый возможный у меня шаг 48. И далее все манипуляции будут как при нарезании многозаходной резьбы. Единственно заглубляться буду постепенно за несколько заходов. Может быть заходов за 10, чтобы нарезать один лепесток. И как всегда для окончательной настройки нужно еще выставить лимт на ноль. Коснувшись работающей фрезой вращающейся заготовки. Для начала попробую заглубиться на один миллиметр. Посмотрим как идет. Замыкаем маточную гайку. Частотник поставлю на минимальную частоту на 8 герц. Покажу вам с какой скорости будет идти фрезерование. Замыкаем маточную гайку. После первого же прохода понял, что с этой фрезой ничего не получится. На фрезу налипает адский. Она не режет, а просто кромсает. Но я так просто не сдамся. Я не стал вас утомлять опытами. Я уже все попробовал по латуни. Эта фреза прекрасно работает. Сейчас увидите. Режем 10 заходную резьбу на максимальном шаге 48 миллиметров. Сдвигать буду малой продольной на 4-8 миллиметров каждый лепесток. Заглубляться я буду по одному миллиметру. Продолжение следует... Сдвигаю малую продольную на 4,8 мм. И опять смещаем. Вот так мне нравится, нужно будет еще дорабатывать. Режем дальше. Кому интересно почему в перчатках, это не латунь, а бронза. Порезал сразу два пальца, чтобы не смотреть на кровавые руки. Ребят, мне остался последний лепесток. Попробую показать поближе на макросъемке. Почти все готово. И осталось по кругу мне все лопасти пройти начисто. Теперь потренируюсь. Делить буду с помощью патрона. У меня здесь 60 делений. Можно на 60 делить. Можно делить на 120. Есть промежуточные деления. Ну и на что делится 60? На 3, на 12, на 5 и так далее. Так как у нас 10 заходов, 60 делю на 10. На 6 делений получается постоянно должен смещать. Я заглублялся на 10. Чистовые еще десятку добавляю. Передаю натяг и смещаю еще на 6 делений. Ну и дальше в том же духе продолжаем. Изначально можно было пользоваться именно этим способом. Он очень точный также. Я специально делаю разными, чтобы потренироваться. Так, ребят, на этом пожалуй все. Лопаточки получились очень тонкие. И сейчас на обратных оборотах попробую пройтись наждачкой, чтобы вот эти вот заусенцы убрать. Есть у меня левый разточной резец и решил попробовать им на обратных оборотах. Снимаю вот эту фольгу скальпелем. Очень легко снимается. Ну и останется действительно только наждачкой на обратных оборотах пройтись. Только надо взять на пенопласт. Ни в коем случае руками сюда не лезть. Ребят, ну здорово получается. Мне очень нравится. Нужно придумать как обработать обратную сторону. И передо мной стоит еще одно очень ответственное задание. Сделать по центру отверстие очень точное для посадки на маленький двигатель. Диаметр вала 2 миллиметра. Я начну сверлить сверлом 1,5 миллиметра. Вроде неплохо получается. Главное не промахнуться с размером. Теперь возьму сверло 1,9 миллиметра диаметром. Это твердосплавные сверла. Набор здесь от 1,5 до 2,4 миллиметра диаметра и хвостовик у этих сверел 3 миллиметра. Еще раз покажу вам наборчик вблизи. Сверлами я доволен. Заточка у них действительно качественная. Сверло немного разбило отверстие. Можно было сверлить даже 1,8 миллиметра сверлом. Но вот спустя 3 миллиметра начинается очень плотная посадка. Так что все будет хорошо. Так уж сошли звезды, что двигатель диаметром 20 миллиметров. И отлично подходит под цангу 20 миллиметров. Так что запрессовывать будем с помощью цангового патрона. Зажимать сильно не буду зажимать. Чтобы не раздавить. Чтобы отверстие расширилось немного разогрею крыльчатку горелочкой. Все, свадьба. Аккуратно остужаю крыльчатку, чтобы сош не попадала на двигатель. И одна из последних процедур отрезаем. Причем двигатель я пока не вытаскиваю. Вроде получилось. Сейчас рассмотрим поближе. Итак, ребята, смотрите, все получилось. Вот здесь зазор есть, очень аккуратно. Все крутится. Но хочу еще довести немного на полировальном станке вот эту сторону. Подпаяю проводки и будем проверять. Ну а так конечно здорово. Главное, чтобы она дула, для этого задумывалась. Ну как тебе крыльчатка, Ань? Хорошая. Нравится? Да. А ты что сделала? Я картину. Это что такое? Это мышка, она летает в самолете. Класс, мне нравится. Попробуем, неудобно одной рукой. О! Ха-ха-ха-ха. Класс. Ну ветерок такой приличный. Отлично. Чувствуется немного есть дисбаланс. Можно дорабатывать прямо на ходу. Выключу Анто. Ай красота. Вот такая крыльчатка получилась. Нужно еще полирать лопатки внутри. Попробую вам показать как она дует. Слегка отполировал. Так выглядит гораздо симпатичнее. На мой взгляд получилось вообще маленькое произведение токарного искусства. Не знал что так получится. Хорошо посмотрите какие тоненькие лопатки. И все они одинаковые. Получилось достаточно точно. Единственное не хватает балансировки. В будущем наверное освою и балансировку маленьких крыльчаток. Тем более есть кому мне посоветовать в этом деле. Эта крыльчатка будет работать в одном из текущих моих проектов интересных. Постараюсь как можно быстрее его доделать. Кто не подписан на канал подписывайтесь. Чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. В будущем продолжу обязательно эксперименты с изготовлением крыльчаток на токарном станке. Есть еще одна фреза с другим углом. Вот так фреза выглядит вблизи. Она прекрасно работает по латуни, по бронзе. И попробую поискать еще другие фрезы подобные. Чтобы хорошо работали по дюралюминию. Друзья у меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся. Первая крыльчатка. До новых примеров. Продолжение следует...